Привет, что читаете? Сегодня дежурный по чтению я, Вера Далматова, и в этом выпуске я познакомлю вас с книгой Брюса Кэмерона «Хозяин собаки». Брюс Кэмерон – американский писатель, обозреватель и юморист. Его книги переведены более чем на 60 языков народов мира. Начинал свою карьеру в качестве юмористического обозревателя. Брюс Кэмерон создает романы о братьях наших меньших, способных напомнить нам о главных жизненных ценностях. В прошлых выпусках мы уже рассказывали о книге Брюса Кэмерона «Жизнь и цель собаки». История одиноко бредущего пса, ищущего свое предназначение в жизни, тронула не одно сердце. В этой книге «Хозяин собаки» речь идет о такой сложной теме, как о домашнивании волка. Ровно в 9 утра охранники в форме разума захлопнули все входные двери, и по лекционной аудитории пронеслось эхо. Охранники удовлетворенно выхвлялись. По большому счету, их обязанности по поддержанию порядка ограничились тем, что терпеть не посетили студентов. А потому ежегодный ритуал запирания дверей дарил им мимолетные ощущения победы над хаосом. Грохот захлопнувшихся дверей оборвал разговоры, и притихшие студенты, рассевшиеся на расположенных уступами скамьях, с любопытством вытянули шеи в сторону выхода. В тот же миг запертые железные двери отчаянно забарабанили. Но вскоре громыхание смолкло. Охранники, дежурищие в коридоре, разъяснили опоздавшими, что лекция уже началась, и попросили покинуть помещение. Первые лекции для первокурсников, первый день, первый семестр. Опоздавших не пускали. Добро пожалуйста, университет. Профессора Джеймс Кэм Мори, за глаза его называли мордбик-рыбовщик, ошибочно полагая, что он об этом не знает, вышел из тени и быстрым шагом направился к кафедре. На нем был синий костюм с иголочки, белоснежная рубашка и туго затянутый галстук. Этот наряд профессор носил в течение всей первой недели первого семестра, после чего возвращался привычным для него джинсам и бейсболке. И сроки костюма, и аккуратно приглаженные волосы, и гладко выбритые округлые щеки, и суровый взгляд, карих глаз, все служило определенной цели. На хорошо отрепетированный спектакль для вчерашних школьников, которых предстояло преобразить студентов университета. Морби отводил три лекции в течение первой недели. «Вас рассадили в определенном порядке, чтобы я мог обращаться к вам по имени», — сказал он микрофон и выдержал паузу. В первокурске смущение переглянулись и принялись спешно пересаживаться. Тоже знал, что план рассадки не шутка. Морби заметил пустующий ряд и взглянул на экран ноутбука. «Таким образом, если мне понадобится мистер Брош, мистер Брош, Кевин Брош, вы здесь? Похоже, что нет. Но если вы были бы здесь, я бы знал, куда смотреть, чтобы обратиться к вам». Морби помолчал и мысленно представил себе лицо Кевина Броша, которому сообщили, что профессор вызывал его во время лекции. Мистер Брош больше не пропустит ни одного занятия. Аудитория притехла, переваривая его слова. Морби знал, что первокурсники, вовремя явившиеся на лекцию, кто сел у чувства ответственности, а кто и просто случайно, сейчас тайне гордятся собой. Ничего, вскоре самодовольство улетучится. Почти весь уикенд свежеиспеченные первокурсники осваивали весной обстановки. А в воскресенье вечером, когда родители со слезами на глазах просились, уехали, они окончательно распробовали вкус свободы и упивались ею до самого утра. Сонными глазами, мутными от похмелья, недосыпания взирали они на Морби. Позаодиночку тяжа и распутства, еще бы, ведь высшее образование уже практически не в кармане. Морби предстояло выпить это ошибочное представление из юных голов. Он считал единственную потоковую лекцию для всех первокурсников и единственный из всех преподавателей брал с места в карьер, пока остальные надиктовывали списки литератур в ожидании, когда Морби-гробовщик сделает свое дело. Итак, к следующему занятию прочесть первые пять глав по теме «Верхний палеолит». Десятки страниц в школе на неделю столько не задавали. Контрольная работа в среду, в пятницу сдать рефераты. Детки были умненькие, иначе они бы тут не сидели. Но слушать курс Морби по ранним представителям рода хома было все равно, что прыгать с вышки в бассейн, не умея плавать. В среду утром перед головной контрольной работой они придут в отчаянии, а к вечеру запаникуют из-за оценок. Ученый до мозга костей Морби 10 лет отслеживал результаты первой контрольной работы и гордился отрезвляющими итогами. 75% учащихся пролетят как фанеры над Парижем, 20% с трудом скребут на троечку. Из пяток счастливчиков чудесным образом напишут на четверку. За всю историю курса никто ни разу не написал первую контрольную на пять, да и сам Морби сомневался, что осилил бы эти каверзные вопросы. Обливаясь холодным потом при мыслях, как сообщить родителям, что их вытравили из университета, первокурсники засядут за рефераты с пылом новообращенных. В среду и четверг пьяных студентов в Студгородке будет на порядок меньше. К вопросу о рефератах. Долгое время считалось, что ранее хомо вели мирное существование, не вступая в конфликты с другими представителями своего рода. Однако за последние годы сформировалась альтернативная точка зрения, согласно которой дайсерический человек обладал не менее жестоким и воинским нравом, чем наши с вами современники. Морби оглядела аудиторию. Подавляющее большинство студентов погрузили в состояние глубокой литургии. Кстати, вот какие отзывы оставляют читатели. Это оказалось очень сильное произведение в эмоциональном плане. Главное событие происходит в эпоху верхнего палеолита. Суровые жестокие хищники, и это я сейчас говорю не только про животных, каждый день сражались за свое место под солнцем. Сейчас даже страшно представить, как они выживали день за днем, но при этом они продолжали радоваться простым вещам – растить детей и любить. В книге пересекается несколько веток историй, которые в конечном итоге выливаются в удивительную историю любви, дружбы и верности. Начав читать, уже не сможете остановиться, пока не перевернете последнюю страницу, и еще долго будете чувствовать приятное послевкусие. Эта книга одна из немногих оставила след в моем сердце. Это значит, что я обязательно к ней вернусь, и, скорее всего, не один раз. Ни одну книгу я не читала по сто страниц в день, даже самую интересную. А от этой я просто не могла оторваться. Я не хотела, чтобы эта история вообще заканчивалась. В ней несколько сюжетных линий, которые в конце сплетаются в одну. В одной рассказывается о раненной волчице, ее волчатах, и человеке, который пришел им на помощь, и заодно о себе. А во второй и третьей линиях повествуется о жизни племен в эпоху палеолита и школе выживания. Увлекательная история, рекомендую. Меня, как владельца собственной собаки, очень заинтересовала серия «Крик» Брюса Кэмерона. На мой взгляд, именно эта книга из его работ получилась самой сильной. С самого начала автор погружает читателя в мир наших предков. Это не просто история одного волка, это история племени, которая заставляет переживать за героев, задумываться над их жизнью. Читается очень легко, остановиться невозможно. Хочется поскорее узнать, чем закончится эта удивительная история. Объем реферата – 2500 слов. Приведите аргументы поддержку одной из двух точек зрения. Какими были наши предки – мирными или воинственными? Неважно, которую теорию вы решите отстаивать. Главное, будьте последовательны, цитируйте надежные источники и ни в коем случае не списывайте. Несмотря на последние слова и на предостережения об уголовной ответственности за плагиат, жирным шрифтом, выведенный на форзацию учебников, Морби знал, что в следующий понедельник как минимум двум из десяти студентов, получившим обратно красное это в справлении рефераты, будет грозить испытательный срок. Воспитая на традициях скопировать и вставить, эти ребята искренне не понимали, что значит нарушение интеллектуальной собственности. Публичное обвинение в плагиате считалось большим унижением. Однако, благодаря чувству благоговейного ужаса, который вселяла в первокурсников этой перспективы, проблема списка в университете, где преподавал Морби, стояла не так остро, как в других, менее взыскательных вузах. К концу семестра упоминание об испытательном сроке будет стерто из личных дел. Отратительные оценки за первый реферат сгладятся на фоне огромного количества последующих рефератов и проверочных работ, составленных с академической, а не воспитательной целью. Итак, последнее крупное леденение, начавшееся около 30 тысяч лет назад, на экране позади Морби вспыхнул слайд с изображением карты восточной полушарии. Без сомнений, наиболее драматичный период в истории нашего вида. Нынешние изменения климата ничто в сравнении с тогдашними перепадами температур. На смену умеренному климату приходило время, когда лед не таял, даже в летние месяцы. Надвигающиеся ледники сокращали площадь лесов, что вынудили наших предков выйти на открытые равнины, где они охотились и нередко сами служили добычей. На экране появился новый слайд изображения гигантского размера с медведя пещерного льва, готового прыжку. Хищник напоминал африканского льва, но весь был покрыт косматой серой шерстью. Посмотрите, какая громадина! Судя по найденным скелетам животных того периода, это были настоящие чудовища, сравнение с современным представителем своих видов. Нашим предкам не только приходилось драться за добычу с такими свирепыми хищниками, как львы, волки, медведи, но и удирать от них. Неудивительно, что средняя продолжительность жизни была крайне мала. 30-33 года. Многие не доживали до вашего возраста. Мало-помало студенты включались в работу. Еще нам приходилось тягаться вот с этим товарищем. На экране возникло изображение неандертальского человека. Присмотритесь хорошенько. Ростом не выше нашего, зато куда мощнее, сильнее, с более-то развитым мозгом. И тем не менее, мировое господство оказалось в наших руках, хотя по всем признакам доминировать должны были бы потомки неандертальцев. Почему мы вырвались вперед? Перефразируя Фолтнера, что нам помогло выстоять и победить? Морби, поставив любимый слайд, сознающий улыбкой, обернулся, ища глазами своего ассистента Томми. Однако место Томми пустовало. Улыбка морби дрогнула. Странно, что Томми сегодня нет. Профессор пожал плечами и взглянул на слайд. Красочную фотографию с изображением давно обнаруженных наскальных рисунках, принадлежащих кореньянской культуре. Неразберихи лени, оставленных поколением художников, проступали очертания лосей, оленей и разъяренных львов, смешавшихся в дикой погоне друг за другом. Посреди этого хаоса выделялся главный, центральный рисунок – изображение человека, по всей видимости, державшего в руках поводок, ведущий к ошейнику красного цвета, на шее огромный представитель семейства собачьих – перерученного волка. На этот счет у меня есть собственная теория, продолжим Морби с благоговейным трепетом в волосе. Здесь они с Томми, как правило, снова заговорщически переглядывались, а студенты, опустив глаза на обложку учебника, в изумлении скидывали брови, заметив фамилию и инициалы Морби. Теперь им придется читать учебник от корки до корки, ведь экзамен будет принимать сам автор. Им придется сосредоточиться и вникать в смысл написанного, о чём многие всей душой возненавидят предмет и, встретив в тексте упоминания теории Морби, той самой, на которой зиждется его научная карьера, не придадут ей должным значением. У нас нет письменных источников о том времени, когда на долю человечества выпали суровые испытания. Мы лишь можем строить предположения оставания ограниченных палеонтологических данных. Разве мы отыскали останки представителей всех видов, обитавших в то время на суше и на море? Вряд ли. Можем ли мы описать, каким был ландшафт до того, как измениться под влияние ледников? Нет. Одно мы можем сказать с уверенностью. Люди, населявшие Землю в то время, не отличались от нас. Их мозг не отличался от нашего. Да, ростом они были пониже и продолжительность жизни у них была меньше нашей. Однако нет оснований полагать, будто они не могли общаться между собой. У них просто не было языковых символов, по крайней мере таких, которые сохранили бы на наших дней. Когда будете читать о том, как жили доисторические люди, помните, мы их прямые потомки. Эпоха Палеолита – жесткое время, сложное время. Об этом Мор, главный герой романа, знает не понаслышке. Он изгнан из своего племени и вынужден искать убежище. Долго ищет и находит его в пещере, где уже давно скрывается волчица со своими волчатами. И теперь получается так, что человек, изгнанный из собственного племени, обретает друга, собаку. Но волк – это все-таки дикое животное. И мору предстоит обучить свою волчицу самому главному – искусству охоты. А тем временем старое племя идет по следу человека, а значит, человек и его собака в опасности. Чем закончится эта история, можно узнать, лишь прочитав книгу «Хозяин собаки» Брюса Кэмерона, а найдете вы ее в центре чтения нашей библиотеки. А вы читали Брюса Кэмерона? Делитесь в комментариях. Субтитры создавал DimaTorzok